Добрый день! Меня зовут священник Иоанн Тераутс, и это «Ответы на вопросы» для библейского портала «Экзегет». Сегодня постараемся разобрать пословицу, которую часто слышим мы от наших родителей, «С кем поведешься, от того и наберешься». Соответственно, параллельным стихом из Священного Писания мы можем с вами найти в послании апостола Павла Коринфянам, первом послании, 15 главе. «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». Также мы с вами на каждом праздничном вечернем богослужении слышим слова «Блажен муж и женидина совет нечестивых». Более того, из практики воспитания детей, из практики нашей с вами, нашего с вами опыта, мы знаем, что когда человек, молодой человек попадает в какое-то дурное сообщество, то оно очень сильно влияет на его душу и на его совесть, на его отношение к ближним и вообще на его жизнь. И иногда ломает ее раз и навсегда. Как это можно отождествить с нашей духовной жизнью? С одной стороны, действительно, нам стоит заботиться о деле своего спасения, а с другой стороны, может быть, и я, думают многие, будут тем лучиком света в этом худом сообществе, которое поможет ему просветиться светом Христовой истины. На самом деле, вопрос нашего места в этом деле просвещения наших ближних, друзей, которые попали в не самые удобные и хорошие обстоятельства, лежит в плоскости вопроса любви. Дело в том, что почему мы с вами быстро развращаемся, почему есть такие слова в Псалтире, с неповинным неповинен будешь, а состроптивым развратишься. Не сообщайтесь с блудниками, говорит апостол Павел. Ну, это касалось внешних, точнее, внутренних, да, внутрицерковных людей, которые падали в непозволительные согрешения. Так вот, дело в том, что человеческая совесть ослабевает. Мы с вами перестаем воспринимать грех нашего любимого человека как нечто страшное, опасное, как что-то, что не соответствует его рангу христианина. Мы любим этого человека, соединяем грех и человека и начинаем лояльно относиться ко греху, а это плохо. Это плохо влияет на нас с вами, потому что мы испорчены, и мы с вами легко падаем в те или иные согрешения. К нам легко цепляются те или иные страсти. Святоотеческое мнение по этому поводу было очень интересным. Если бы Господь не изливал на меня свою благодать, то я бы был хуже всякого убийцы, прелюбодея или кого-либо еще. Но самое интересное, что сами согрешения опасны для нас, потому что плотские согрешения, по мнению Семена Нового Богослова, подобливают нас животному, а согрешения духовного плана делают подобными нас дьяволу. Для того, чтобы нам не впасть в эти состояния, нам, конечно, лучше выстроить определенную дистанцию с людьми, которые впадают в согрешения, непозволительные для христианина. А выстроить дистанцию с порочными людьми, чтобы не заразиться от них. В то же время это не будет противоречить любви, если мы будем молиться за этих людей, если мы не будем ненавидеть этих людей, но будем ненавидеть грех, живущий в них, и стараться, если это возможно, помочь им избавиться от этого согрешения. В то же время не совсем верной была бы пословица «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Потому что когда мы видим с вами 12 учеников Христа Спасителя в Сионской горнице, которым Господь омывает ноги, мы видим среди них Иуду. Иуда был предателем, но нельзя сказать о том, что он был святым, потому что был другом Иисуса Христа, и нельзя сказать, что Христос был таким же, как Иуда, потому что был его другом. Все-таки мы с вами суверенные личности, и среди наших друзей могут быть те, кто станет предателем. Продолжение следует...